Всем привет! У нас наступил уже следующий день, вернее еще ночь, у нас только 3 часа, но я с отцом уже выезжаю в сторону Литвы, поедем через Беларусь. Почему я собственно приехал и что мы делаем? Я приехал забрать машинку на Волсатис и конечно же забрать еще кое-какие вещи, поскольку еду на машине, очень хорошо сейчас будет перевезти личные вещи. Поэтому вот мы заправились и будем ехать. Я не знаю, мы выехали тоже ночью, я постараюсь показать вам дорогу, не знаю получится или нет, но постараюсь показать им какая дорога по Украине будет. Поэтому ну оставайтесь с нами, смотрите чем это все закончится. И так друзья, проехали мы две границы. Это граница Украина-Беларусь. Скажу вам, что границу с Украиной мы прошли очень быстро, прям вообще без вопросов каких-либо. А на белорусской границе это какой-то, я не знаю, то ли ужас, то ли прикол был. Ну на паспортный, паспортный прошли, все хорошо. Потом таможенный контроль. Таможенный контроль. Сначала один таможенник подошел, посмотрел машину, все хорошо, ждите. Приходит второй таможенник, посмотрел опять машину, все хорошо, ждите. Приходит третий таможенник, посмотрел машину, все хорошо. А вы таможенную декларацию на машину заполнили? Нет, не заполнял Нужно заполнить Заполнил таможенную декларацию Все, жду его Тут второй таможенник, который подходил Спрашивает, ну что, декларацию написал? Говорю, да, написал, иди, неси ему Потому что это будет долго, он не выйдет Захожу, нету его Опять этот второй таможенник появляется Что, нету его? Не, нету, ну жди, сейчас придет Приходит, отдаю ему Он говорит, ну все, иди в машину, жди Жду, 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 жду Приходит он опять А ты не мог бы переписать? Там То неправильно, то неправильно И там я ошибся Ладно, давайте Переписываем В итоге, я не знаю, мы где-то Час, может даже больше потратили На белорусской границе Из-за этих всех Таможенников, грубо говоря Но прошли Сейчас будем ехать дальше Что, я будуставлять вам видеоролики Просто видео, как мы будем ехать Там краевиды Белоруссии Дорога Белоруссии, посмотрите А мы поехали дальше Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Добавил 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 субтитры Алексею Дубровскому! Всем привет из следующего дня! Уже три часа дня я успела поделать свои дела, сходила в душ и сижу в ожидании мужа, потому что, я не знаю, Саша рассказывала или нет, но скорее всего времени снять, даже кратенько рассказать о том, что происходит, не было. И он мне написал, что они выехали из Киева на Литву в три часа ночи. Около десяти часов они уже прошли белорусскую границу и въехали в Беларусь. С девяти, с десяти часов где-то Саша ничего вообще не писал на связь, пока не выходил. Я надеюсь, всё хорошо, сижу тоже, нервничаю и жду. Но хорошо, что он едет не один с отцом, так что там подмога есть, чуть что сменить за рулём. Но уже как бы пять часов прошло, даже чуть больше, и по идее там через Беларусь ехать часов шесть. Ну, смотря как, конечно, ехать. И уже вот-вот должна быть какая-то весть, но её всё нет. Так что ждём, потом он расскажет, наверное, как они ехали, что там приключалось и вообще зачем всё это было. Я сегодня, кстати, очень хотела снять где-то три видео на свой канал, которые я хочу вести на украинском. У меня уже очень много материалов для него, но я поняла, что у меня просто нет настроения. Ну, вот не то настроение для того, чтобы снимать. Вроде как есть силы, есть ресурс какой-то внутренний, но настроение вообще не то. Ну, какие-то переживания. Ох, сложно, короче. Ну, ничего, справимся. Что я могу сказать, мы уже приехали. Вот, 809 километров проехали. На сервис не обращайте внимания, эта лампочка номера перегорела, нужно поменять. И один датчик не работает, всё остальное там хорошо. Потратили 73 литра и средний расход 9 литров на соточку при скорости... Так, 680 для заправки... 808... При скорости 60 километров в час получается. При скорости 60 километров в час мы потратили... 75... 73 литра с средним расходом 9 литров на соточку. Ну, как-то так получилось. Ладно, сейчас идём отдыхать уже, потому что очень долго ехали. Сейчас уже начало 6-го. Примерно в 6 часов мы приехали. В 3 ночи выехали, в 6 часов приехали. Как-то так. Границы, границы, всё было долго, мучительно. Ладно, идём домой. Итак, что же я хотел сказать. Как оказалось, через границы ехать не так уж и страшно на машине. Главное соблюдать все правила, иметь все документы. И тогда к вам никаких вопросов не возникнет. Да, на каких-то пунктах пропуска это дольше, на каких-то быстрее. Всё зависит от того, как работают люди и вообще сколько людей на границе. Но мы уже, получается, это вторая моя поездка такая, через 4 границы, грубо говоря сказать. Через 4 пункта пропуска. И проходит она хорошо. Поэтому поеду ли я в следующий раз на машине куда-то? Почему бы нет? Да, можно на машине как-то спокойнее. Можно остановиться где хочешь. Это не автобус и не поезд. Ну да, конечно, устаёшь, потому что нужно ехать. Ну, ничего, такие они автомобильные путешествия. И надеюсь, это были не последние. Возможно, в этом году ещё куда-то поедем. Ну ладно, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, нажимайте на подписку, колокольчик и пишите свои комментарии. А я пойду отдыхать. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok